Блин, оно снова в моей башке. У меня очень мурашки, да. В России всем трудно. Я гений, я говно, я гений, я говно. Класс. Всем привет, это новый выпуск программы ТАТА ТУТ. И у меня сегодня очень интересный гость, поэтесса Юлия Мамачева. Юля, привет. Привет. Юля, расскажи, каким ты была ребенком в детстве. Ну, я не знаю, как рассказать это от первого лица, каким я была ребенком в детстве. В принципе, довольно похожим на себя, на современную версию себя, наверное, я бы так сказала. Ну, вот ты творческий человек, да, ты сейчас пишешь стихи. А в детстве тебя тянуло на творчество? Ну, учитывая, что я пишу с четырех, в принципе, наверное, ответ положительный будет. Ну, наверное, тут стоит рассказать, да, о детстве, как это все происходило, где я родилась. Родилась я в городе Санкт-Петербурге, в районе Купчино. Если кто-то из наших зрителей бывал в Питере, наверное, вы знаете, что это за район. Ты была в Купчино? Нет, не была. Тут-то я вижу, что ты не смеешься. Ты уже смеешься. Да, потому что Купчино – это такая местная легенда, когда снимали «Бандитский Петербург». В принципе, очень многие кадры были сняты именно в этом районе. Ну и, в принципе, словосочетание «Бандитский Петербург» во многом ассоциируется с Купчино. Хотя мое детство было совсем не бандитским. У меня прекрасные родители, у меня прекрасная бабушка. В общем и целом, я росла в любви, в взаимопонимании, в поддержке. Все было довольно хорошо. Но как бы с самого детства, естественно, как любая творческая личность, как ты выразилась, я сталкивалась с неким рядом непониманием со стороны социума, которое мне нужно было преодолевать. И с необходимостью борьбы, наверное, так это правильно выразить. Вот, таким я была ребенком. Ну и, наверное, очень хорошо иллюстрирует то, каким я была ребенком. Такая небольшая ситуация. Моя тетя, сестра моей мамы, живет в Нью-Йорке. Иногда она приезжала нас навестить. И вот один раз она к нам приехала, мне было 4 года. И она спрашивает меня, ну, в общем, такой обычный вопрос. «Юль, а вот кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Я ответила, я не знаю, я хочу изменить мир. Ну, наверное, вот, тяга к тому, чтобы менять мир, наверное, вот, с самого детства она со мной. А сейчас ты, а как ты хочешь поменять мир? Ну, я думаю, что это очень большой вопрос. Очень масштабный ответ предполагает этот вопрос. Но, тем не менее, мир полон несправедливости. Я думаю, ничего нового здесь не будет. В нашем мире много того, что хотелось бы поменять, наверное, не только мне. И я думаю, что задача любого творческого человека, неважно, пишущего, рисующего, пишущего музыку, поющего и так далее, это привносить какую-то определенную красоту в мир. Ну, а задача человека, который работает со словом, это, наверное, выражать какую-то правду через слово, помимо красоты. Потому что, ну, я, честно, не верю в стихи, которые пишутся ради красоты. Я верю в поэзию, которая способна что-то вызвать внутри человеческого сердца. И если мы говорим о мире, то мне, наверное, близка вот такая концепция, что каждый человек есть мир, и в каждом человеке есть мир. Поэтому, наверное, для меня изменение мира – это то, когда ты можешь зажечь чье-то сердце, и человеку станет немножко лучше, или немножко изменится его взгляд, или немножко угол зрения вот так вот поменяется, и человек вдруг поймет то, что раньше не понимал. Поэтому вот это и есть. Вот откуда тебе вот приходит вот вдохновение? Как-то вот... За сколько времени ты можешь написать там стихи? Откуда приходит, не знаю. Существует несколько гипотез на эту тему, конечно же. Одна из гипотез, что это приходит от Бога. Гипотеза для людей верующих, религиозных точнее. Другая гипотеза, что это приходит вообще откуда-то из-под сознания. Это гипотеза для атеистов или для прагматиков. Третья гипотеза, что это приходит вообще черт знает откуда. Вот эта гипотеза для тех, кто любит выругаться. В общем, гипотез много, но я, наверное, всех порадую тем ответом, что, в принципе, это суть одного и того же. Ну, то есть, просто... Ну, ответ на этот вопрос я не знаю, честно. Если бы я его знала, наверное, моя жизнь стала бы гораздо проще. Фишка в том, что можно описать только процесс. А процесс какой? Вот ты сидишь, например, на свидании или на уроке, или на важном каком-то деловом событии, или ты лежишь в своей кровати, потому что тебе вставать завтра в 7 утра, и тебе очень нужно выспаться, а сейчас уже на часах 2 часа ночи, и ты такой, блин, оно снова в моей башке, потому что идет такой грохот, ты не можешь его никак унять, если ты его не выпишешь. И в этот момент я совершенно пофигу, откуда оно берется, что это такое. Ты просто понимаешь, что это какая-то правда, иногда не твоя. То есть были у меня моменты в жизни, когда я писала какие-то тексты, и в процессе я вообще не понимала, что это за фигня, что это за бред, откуда это берется, и про что это. И периодически это были очень страшные какие-то слова, или наоборот, очень какие-то смешные истории, что-то вот, ну то, что ты не придумываешь, то есть что-то, что само по себе органичным образом возникает в тебе. А потом я выкладываю в своих соцсетях эти стихи и получаю какой-нибудь ответ от кого-то из серии. Привет, Юля, это про меня, спасибо, утащила к себе. То есть я люблю рассказывать историю, как я написала стихотворение на карантине, вот самая новейшая история моей жизни уже и всех нас. В апреле на карантине я написала стихотворение про врачей, про доктора Свету, который в реанимации работает, спасает больных, и некая Яна лежит в палате, вся в мерцании, в проводах Света заходит, у нее слезы в глазах, и она вот... Ну, я думаю, тут проще прочесть текст на самом деле. Прочесть? Давай. То ли белая гвардия, то ли белые ходоки, вот и белая Света, глаза ее велики, Света супергерой, и скафандр на ней, и Света. И со временем ходит она на перегонки, ворвалась в палату тонкая, как стрела, как сегодня дела, заменяет капельницы и белье. Ты в натуре, ангел? Кто-то спрашивает у нее. А она говорит. Космонавт. Свету страшно бесит про ангелов и про Бога. Мол, таких они здесь спасают, каких бы и он не спас, и вообще они не герои, это просто работа. Ну и что, что некогда, ни поесть, ни поспать? Ей бежать еще к десяти, ей спасать десять, жизнь не надо, а уже урчит в животе, и в ушах звенит. Из окна видно землю, окно ей иллюминатор, и глаза у света, как две планеты Земли. Потому, когда входит света в палату Яны, где лежит она вся в мерцании и проводах, то у света в глазах просыпаются океаны, и течет по щекам вода, и течет вода. Свете сорок. Она застала советскую школу, верит только в себя, да в силу далеких планет. В детстве света страшно хотела стать телешковой, а теперь Христом, хоть его ни хрена и нет. После смены снимает скафандр свой, как кольчугу. Долго в зеркало смотрит на ссадины под глазами. Сука, я же совсем не ною в твоей казарме. Сука, если ты есть, сотвори мне чертово чудо. Если б света уснула, приснилась бы ей луна, и стояла б на ней наша света, боса, длинна, так юна, что совсем не в печали и не в скафандре. Посмотри, вот и май. Тихонько бы ей сказали, и впервые, наверное, расплакалась бы она. Света смотрит под ноги, думает, одурачили. Под ногами кафель неведомой белизны. И растут из него одуванчики. Одуванчики. И повсюду они, и светлые они, и юны. Под ногами ее растут из самой луны. Под ногами ее растут из самой весны. Одуванчики. 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 Значит, все спасены. Абсолютно все спасены. Молодец. У меня даже мурашки было. Прямо да. Ну, в чтении стихов я сильнее, чем в пиздеже. Как говорится, многолетняя практика. Хотелось бы стать объектом какого-то вот каких-то насмешек. И, не знаю, мне не хотелось бы, чтобы меня обвиняли в том, что я спекулирую на теме. Хотя мне, в общем-то, пофигу на эти обвинения, конечно, но это неприятно, потому что никакой спекуляции не было. Во мне действительно этот текст очень сильно болел, при том, что я много лет уже практически не пью. Я его написала под бутылку водки, реально по целую бутылку. И, блин, ну это было тяжело, это было очень больно. Я его все-таки выложила в итоге и многие близкие меня убедили. И через пару дней мне написала женщина, говорит, я живу в Украине, я работаю в больнице, в реанимации, я врач, и этот стих про меня. Можно я его прочту? Я говорю, ой, знаете, если вы его на видео прочтете, это будет просто. У меня как раз тогда ко дню рождения проходила акция, ну у меня день рождения, 19 мая, и проходила на карантине акция. Все читали мои стихи на видео. Я из них хочу, из этих видосов хочу сделать потом спектакль. такое видеооформление. Называлась акция «Мамачева неуязвимость» по названию еще одного моего стихотворения. И она прочла вот этот мой стих на фоне вот этой тикающей машины ИВЛ, как под метроном. Знаете, как эти блокадники, блокадные поэты читали стихи под метроном. Вот она прочла под ИВЛ, под это пиканье, под эту машинку в скафандре, снимала скафандр в процессе прочтения. Это было так мощно. Я потом выложила это к себе, это разрепостили, людям так понравилось. Это было удивительно. Это было то, ради чего стоит. Потому что, естественно, как у любого человека у меня бывают моменты, так называемые периоды «я говно», потому что это такой график в жизни каждого творческого человека. «я гений, я говно», «я гений, я говно». И когда вот эта нижняя точка графика, когда ты на дне, когда ты смотришь и понимаешь, что у тебя это дно уже совсем под твоими ногами, ты на нем сидишь, ты на нем стоишь, тебе очень важно подтверждение того, что ты имеешь право жить вообще, что ты имеешь право писать, что ты, в принципе, важен. И вот такое подтверждение приходит, когда случаются такие вещи. А как ты относишься к критике? Ну, смотря к какой, смотря к чего. Ну, я не очень понимаю ее... Ну, как бы что критиковать, смотря. Если критиковать мою политическую позицию, мой внешний вид, там, еще какие-то вещи, то я обычно говорю, это не ваше дело. А если критиковать мои стихи, так, ну, я говорю, что я их не правлю, я их выкладываю такими, какими пишу, поэтому это просто бессмысленно. Ну, и в любом случае я считаю, что критика без запроса – это оскорбление. Я, как человек, который в интернетах существует публично уже более 10 лет, я совершенно убеждена в том, что должна быть какая-то здоровая среда общения, что интернет – это твой дом, ну, имеется в виду твой аккаунт, твой блог – это твой дом. И если кто-то приходит тебе в дом, например, с ноги вышибает дверь, в грязных ботинках заходит на твой любимый ковер и начинает на нем испражняться, наверное, ты его выгонишь. Так почему же считается нормальным прийти в твой аккаунт и, не знаю, написать, ой, господи, какая же ты страшная или о, господи, какие фиговые у тебя стихи. Ну, типа, нет, ну, фиговые стихи мне редко пишут, ну, вот про страшные часто, конечно. Это, я думаю, мы всем пишем периодически. Недавно мы делали эфир онлайн в Инстаграме с моим товарищем из Томска. Актер Сергей Литвинович, у него это псевдоним Пароходов, Серега Пароходов. И мы с ним как раз обсуждали хейтеров и критику. И он говорит, да, знаешь, вот женщина, когда исчерпала все свои аргументы в споре со мной, она говорит, и вообще вы такой некрасивый. И вот это, конечно, очень умиляет, что когда человек исчерпает аргумент, он переходит на личности. Вы такой некрасивый или вы еще слишком молоды, чтобы это понять. Вот когда вам будет 40, вот тогда мы с вами поговорим. Ну, как будто, когда мне будет 40, я еще вспомню, кто вы, во-первых, а во-вторых, ну, типа, блин, может, я и не доживу до этих 40, а что вы мне про них пеняете-то. Ну, вот так. Поэтому критика должна быть адекватной и по запросу. Вот и все. А трудно или быть поэтом в России? Ох, я думаю, поэтом быть нелегко везде. И второй ответ, в России всем трудно, если ты не гладеешь дворцом в Келенджике, извините. и наша жизнь у всех, жизнь нас все... Нет, еще раз. Аж язык, аж язык вот запутался, да? Наша жизнь не аквадискотека, наша квартира не комната для грязи, поэтому жить сложновато, будучи поэтом, будучи просто человеком. Это, как говорится, если ты, ну, как бы, вот просто рассуждаешь о жизни в нашей стране. А по поводу жизни в качестве поэта, ну, меня не было другой, мне не с чем сравнить, честное слово, потому что я проживаю только этот опыт в данном воплощении, возможно, в следующем воплощении я буду, я не знаю, столяром или плотником или кем еще, водителем электропоезда. Тогда сравню, если запомню этот опыт, а возможно, вообще буду в каких-то других мирах. это сложно предугадать заранее, но сложность быть поэтом как раз в том, что тебя, ну, сложно провести вот эту грань между твоим существованием в качестве нормального какого-то члена общества и сумасшествием, потому что многие люди воспринимают поэтов сразу же априори как вот каких-то таких. Да, в принципе, я и не знаю, как эту грань провести, грань нормальности. Потому что, ну... У каждого свое нормально? У каждого свое нормально, во-первых, а во-вторых, у поэтов расширенное сознание. Вот вернемся к детству, к вот этим вопросам, да. В детстве, естественно, ты не знаешь, как живут другие люди. Тебе кажется, что нормально это то, как у тебя. Поэтому я жила так, как было нормально мне и очень сильно удивлялась, когда понимала, что у других не так, что у других нет голосов в башке, которые нашептывают какие-то там вот эти вот вещи, что у других нет каких-то таких заморочек, как есть у меня. Но я даже не говорю только про поэтические какие-то вещи. Хотя, наверное, бытие поэтам помогает видеть мир в качестве текста и не особо заморачиваться на каких-то стереотипах. То есть, ну, я, наверное, тоже, как любой живой человек, подвластна земным стереотипам, скажем так, но, возможно, в меньшей степени, чем другие люди, ну, чем много кто, да, я, ну, от природы. Так получилось, что я родилась. Ну, опять же, почему от природы? Потому что я с самого детства этим занимаюсь и мне очень повезло, что я уже в свои там вот эти вот 4-5 лет слышала это. Я знала, как выразить. То есть, ну, вначале, конечно, получалось по-другому выражать. Постепенно начало получаться как-то более, наверное, понятно, более хорошо, да, более красиво. но кто-то ищет свой путь дольше. Ну, то есть, это касается, на самом деле, многих сфер жизни, что кто-то сразу узнает, какой он человек, а кто-то постепенно к этому приходит. Вот это вот, ну, я считаю, что, наверное, везение – это когда ты рано про себя узнаешь, потому что это дает возможность не терять времени на поиск. Но, а с другой стороны, поиск всегда наполнен каким-то смыслом, поэтому ничего плохого в поиске нет. Я знаю многих людей, которые начали писать очень талантливо, уже в каком-то солидном возрасте. Почему я их знаю? Потому что у меня есть мои собственные литературные курсы, где я помогаю немножечко расширить свои границы сознания, так сказать, начать мыслить с точки зрения поэта, раскрепоститься немного и все такое. Ну, я преподаю английский, разные там еще языки, испанский, португальский и, в частности, вот литературу, как я это называю, литературу. Но там не только литература, там сценическое какое-то искусство, потому что у меня большой опыт и все такое. И я реально вижу этих людей, которые просто когда-то себе не позволяли. Вообще, на самом деле, это такая более широкая проблема, более глобальная, потому что люди, многие, реально себе не позволяют много чего в этой жизни, особенно женщины. Вот в нашей стране, хотя я хочу сказать, что именно женщины сейчас очень активны. То есть, если я вот буду рассказывать, кто ходит на концерты, кто покупает билеты, кто покупает курсы, кто покупает книжки, тут толстовки, футболки, это в основном женщины, 85 процентов. И даже больше того, мои там, ну, блогеры, которых я подписан, фитнес-блогеры и все такое, даже они пишут, что женщины и на фитнес ходят более, так сказать, активно, нежели мужчины. Не знаю, почему. Но при этом женщины же довольно сильно закрепощены. они как-то, не знаю, возможно, в силу стереотипов, возможно, в силу, как это называется, женско-гендерной социализации, во многом они действительно боятся себя показать. То есть, у меня была, например, ученица, такая женщина уже взрослая, хорошо писала, и она говорит, Юля, я вот, знаете, никогда не выкладывала, я даже мало того, что не выкладывала, я даже не показывала особо никому. Тут вот решила, я вам верю, я верю в ваши стихи, я верю в вас. Я подумала, вдруг вы сможете мне помочь. Я говорю, да вы классно пишете, чего вы стесняетесь? Ну, а как же, ну вот мне же начнут писать мои знакомые, что-то дура сорокалетняя, куда полезла, стишки вот эти свои, я говорю, пофигу на них, блин, на этих дураков. Не критикую только тех, кто ничего не делает, поэтому берите и выкладывайте. И она стала выкладывать, и потом мне написала, говорит, Юль, прикиньте, мне люди пишут, что я молодец. Я говорю, да даже если бы они писали, что вы не молодец, вы для себя должны, для себя должны это делать, потому что это вы, нельзя себя стесняться. Ну, может, это страх, вот как раз страх перед чужим мнением? Да, страх быть отвергнутой, осмеянной, страх перед чужим мнением. Ну, а чего мы боимся, почему мы боимся мнения чужого? Потому что сейчас придет человек и плюнет в то, что важно, в то, что дорого. Сейчас придет какой-нибудь вот этот вот Вася Пупкин, условно, из-за Дриппинска, с грязными своими кроссовками, да, не выталит их, на входе в дом зайдет и потопчется по твоему диванчику, по твоему ковру. Ну, не надо бояться этого. Если он придет и потопчется, можно просто пинка под зад отвесить и все, и пусть катится из твоего дома, вот и все. Другой вопрос, что, ну, я вот уже тебе говорила, что лично у меня есть какие-то вещи, о которых я не то, что боюсь говорить или там еще что-то, я просто не хочу, потому что много-много лет в публичном пространстве научили меня ценить то, что мое по-настоящему. То есть я и так очень много делюсь своим, своим собственным, я имею в виду свои стихи, потому что в моих стихах я, это квинтэссенция моих чувств, моей любви, моих там отношений, моей свободы и всего того, во что я верю. И я это и так выкладываю, и в книжках у меня это есть, и все такое. Но именно, да, приходить на интервью и трясти своими трусами, не знаю, показывать человека, с которым ты живешь, показывать свою маму, папу, бабушку, дедушку, там, всех подряд, ну, я считаю, что это несколько удел людей, которые не слишком ценят. Ну, то есть, нет, я верю, возможно, есть такие открытые на сто процентов люди. Хотят поделиться своим счастьем. которые хотят поделиться своим счастьем, которые хотят впустить абсолютно весь мир в свою кровать, там, в свою комнату, в спальню, в кухню, в ванну, куда угодно. Но, ну, лично, опять же, я, наверное, не такой человек. Мне важно, чтобы было что-то мое, что-то ценное, потому что это как внутренний генератор любви и счастья и силы. Сила должна моя откуда-то браться. Она берется вот из личного. А может, это еще просто не от уверенности в себе происходит? Хотят, чтобы им завидовали. Вот посмотрите, у меня там есть муж, жена, ребенок, дети, пять квартир. Возможно. Ну, вообще, когда человек чем-то кичится, я считаю, что он таким образом проявляет свои слабости. Потому что, ну, у нормального, осознанного, прорефлексированного человека, у него нету потребности тащить все на поверхность и трясти вот так вот перед камерой. Смотри, блин, смотри, я женился, смотри, я развелся, смотри. Но с другой стороны, хотят еще показать, вот я заработала на квартиру, я смогу там, и ты теперь сможешь. Может, это как стимул другим людям? Ну, если человек, я думаю, вот как, что зависит от того, как ты это подаешь. От подачи? Ну, от подачи, конечно. То есть, ну, если ты совершенно спокойно, как-то гармонично это рассказываешь, это одно дело, если ты этим трясешь, это другое, в общем, и все. Поэтому, ну, одно дело, да, вот у меня котенок появился, одно дело, я бы его сейчас в камеру везде пихала, смотрите, 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 смотрите. Ну, а другое дело, ну, меня в кадр попадает, когда я столько дома записываю, ну, что ж, не вырезать же его, пусть смотрят, ну, типа, у меня нету просто какого-то болезненного отношения, наверное. Например, создать котенку в Инстаграм? Ну, ну, нет, ну, опять же, никого не осуждаю, я не хочу никого осуждать, кому-то нравится, так, ну, такими вещами заниматься, и он себя в этом нашел, молодец, что делаю, ну, как бы, окей. Я вообще живу в таком, ну, по крайней мере, я стараюсь в себе вырастить, воспитать такое неосуждение, позицию такую вот, любви, и понимание, принятие ко всем, ну, априори, потому что я считаю, что по умолчанию все достойны любви, принятия и понимания, и уважения. Ну, другой вопрос, если человек начинает говниться, если человек начинает плохое какое-то отношение проявлять, конечно, надо ему дать отпор. Ну, то есть добро с кулаками. Вот. Да. Есть ли конкуренция в твоей работе? Ну, смотря, что считать работой, потому что, конечно, я занимаюсь творчеством, но на этом творчестве у меня построен некий бизнес, потому что логично, что я же не продаю свои стихи, он типа, покупайте, покупайте, да, я книжки свои издаю, да, вот книжки уже продаются, я делаю авторский мерч, у меня там футболочка поддета под этой майкой, майкой под свитером, вот футболочки, неуязвимость, вот там еще какие-то такие вещи, билеты на концерты продаются, езжу на гастроли, уроки вот веду, то есть, ну, наверное, какая-то конкуренция в этом есть, но я, честно, не мыслю такими категориями, почему, потому что, то, чем я занимаюсь, наверное, правильно назвать созданием личного бренда, а в личном бренде, ну, какая может быть конкуренция, тебе же может нравиться и этот человек, и этот, и этот, и этот, ну, то есть, типа, ну, конкуренция, это когда ты выбираешь между двумя, например, в какую языковую школу мне пойти, в English First или еще в какую-нибудь, да, в Sky English, да, вот тут конкуренция между ними, или где мне сегодня выпить кофе, вот здесь или вот здесь, ну, а как ты будешь выбирать, какого мне поэта сегодня почитать, Юлию Мамочеву или Веру Полоскову, ну, можно и ту, и другую, какая проблема-то, какую мне футболку сегодня купить, не знаю, неуязвимость у Юли Мамочевой, или что-нибудь из мерча, гоголь-центра, ну, наверное, и мою можно, и ту можно купить, то есть, я просто не считаю, что это поле для конкуренции, просто, наверное, есть, ну, как бы моя работа, мой бизнес, мое творчество, мои взаимоотношения с аудиторией построены на честности, на любви, именно поэтому здесь, как бы, любовь и есть, да, просто человек меня любит, человеку близки мои взгляды, человеку близко мое творчество, он покупает билет, приходит на концерт и кайфует, ну, типа, вот так, но есть, я вот почему сначала замялась, потому что есть поэтические, в психическом сообществе, такие вот товарищи, которые очень злятся, когда, например, вот, какой-то из их читателей постоянно вдруг выкладывает стихотворение другого автора, и человек такой, ага, все, ты меня больше не любишь, я этого не понимаю, я считаю, что мы все, современные поэты, или, если говорить, или все современные деятели искусства, мы не должны враждовать и не должны, как бы, шпынять друг друга, потому что мы все должны быть в одной лодке, которая едет через хтонь и просто несет всем вокруг свет, добро и красоту, потому что в этом, собственно, наша миссия, и я знаю, что, например, те же Есенин с Маяковским довольно сильно враждовали, что были и в прошлом какие-то терки между разными поэтами, художниками, там, прочим, но я этого не понимаю, я считаю, что в конечном счете цель у нас одна и она общая, и время это доказывает, что теперь памятник Есенину стоит там через 200 метров от памятника Маяковскому, условно говоря, практически в каждом городе, хотя, наверное, они бы сильно офигели, если бы им про это рассказали при жизни, поэтому вот так. А в какие моменты ты испытываешь состояние счастья? Ты знаешь, я очень аскетичный человек, на самом деле, мне для счастья надо очень мало, ну, мне надо, чтобы было вот такое спокойное состояние любви и гармонии внутри, это, ну, счастье – это состояние, вот у меня есть стихотворение, например, «И ты в своей бессовестной красе, и дерево, звенящее всем видом, вы Богом пахнете, он в вас сидит, осенний, тоненький, и я его не выдам, мне грустно, мне смешно, мне жарко в глубине, так все живут сейчас внутри, горя сердцами, а ты внутри звенишь, что слышу я вполне, а ты мне говоришь, смотри, какой сентябрь, я вижу золото, и город в нем стоит, и люди в нем идут, идут в одних футболках, Бог времени живет, наверное, в их набойках тик по асфальту, так, тик, так, он говорит, сентябрь, как июль, но пахнет волшебством, а ты мне говоришь, что счастье состояние, я люблю тебя, и все твое сияние, и дерево, и ваш осенний божий звон». Счастье – это состояние, ты можешь просто стоять посреди улицы, увидеть, как падает снег, и быть счастливым. Ты можешь, не знаю, целовать любимого человека и вдруг понять, что ты абсолютно счастлив. Ты можешь завести, наконец, котенка, о котором долго-долго мечтал, и понять, что у тебя нет на него аллергии, чего боялся, и понять, что ты счастлив. Ты можешь собрать огромный-огромный аншлаг, например, во Мхате, и понять, что ты счастлив. Ну, то есть, не знаю, ты можешь увидеть родителей через несколько лет не встреч, и тоже понять, что ты счастлив. Ты можешь, не знаю, впервые пойти на американскую горку и тоже быть счастливым. то есть, вот. Для каждого свое счастье. Да, ответ в чем? В том, что, конечно, счастье – это моменты, это состояние, но внутренняя гармония, которая очень важна, это уже большая работа. То есть, как я люблю говорить, и счастье, и любовь – это работа. Если ты хочешь вот это состояние гармонии в себе воспитать, и если ты хочешь его в себе длить, ну, надолго, то тебе нужно работать над собой. Работать, ну, лично мне, например, очень нужно работать над гневом, потому что у меня очень вспыльчивый характер, и я гневаюсь очень часто, я очень часто злюсь, я могу наорать, я могу двинуть кулаком в стену, ногой там по мусорке на улице. А что нужно, чтобы тебя вывести, что нужно сделать, чтобы ты вот вышла из себя? Ой, блин, вот вообще практически ничего, не знаю, перебить меня, например, иногда. Понятно. Не знаю, опоздать на встречу, ну, не всегда, но, то есть, бывает, что я вот очень терпелива, очень хорошо реагирую на все, а бывает, что какая тут мелочь, не знаю, таксиста я жду, он едет, и вот, мне надо ехать, а он не едет, и он приезжает, и я могу двинуть, там, не знаю, с ноги ему по машине, вот, ну, или я как это сижу, но при этом ору внутри себя, вот это состояние, ору внутри себя, поэтому, ну, с такой разболтанной психикой, с такой проблемной, вот этой вот, как это, дисгармонии внутри, конечно, надо работать, потому что, ну, невозможно быть счастливым, когда ты все время злишься, ну, я злюсь, на самом деле, в основном от усталости, потому что, бывает, что, ну, как график, конечно, очень безумный, бывает, что ты не спишь по несколько суток, нормально, по два, по три часа, и начинаются уже, так называемые измены, и ты просто уже, вот это вот, ну, не можешь совладать со своими эмоциями, реально вот так вот просто вспыхиваешь на все, я стараюсь себя, гармонизировать изнутри, чтобы это не прорывалось, да ладно, чтобы это не прорывалось, чтобы это не вредило мне, потому что каждая такая вспышка, и я знаю, что она отбирает у меня несколько дней, а то и месяцев жизни, ну, это не полезно, конечно, поэтому у каждого свои, вот эти вот тараканы, внутри которых нужно травить, у меня вот такие, у кого-то это неверность в себе, у кого-то это, не знаю, нелюбовь к себе, какая-нибудь внутренняя фобия, а-ля гомофобия, фэтфобия, не знаю, еще что-нибудь, ну, то есть человеку нужно просто работать с собой, индивидуально со своими тараканами, прорабатывать то, что у него лично болит, какие проблемы у него болят, и их искоренять. Я счастье делю вообще на две категории. Первая категория – это такие яркие моменты, которые складываются потом в хорошие стихи или в какие-то классные воспоминания, ну, то есть вот такое, моменты, искры, да, а вторая категория счастья – это такое длящееся, спокойное, теплое свечение внутри, то есть когда ты в этом свечении живешь и несешь его, и вот это свечение – это как раз то, чем ты можешь делиться. Почему, например, говорят о многих людях, что они просветленные, да? Ну, я не говорю о тех, которые, о, блин, я вот три недели не жру мясо, и я теперь ватхисатва. Ну, конечно, не об этих. Я говорю о людях, которые действительно несут внутри гармонию, и они как будто, ну, не знаю, может быть, ты сталкивалась с такими людьми, они этой гармонией делятся. То есть это может быть, не знаю, бедная какая-нибудь женщина, пожилая, которая вот вяжет носочки, стоит с ними у метро, продает их, но у нее в глазах все время свет, вот это небесное свечение. Это может быть какой-нибудь сельский священник, это может быть ребенок маленький, это может быть, не знаю, еще кто-нибудь. То есть не важно кто, не важно какого пола возраста человек. Дело о внутренней гармонии. Кто-то в этой внутренней гармонии начинает существовать с очень раннего возраста, с трех-четырех лет, с момента прихода в это тело осознанностью. Кто-то приходит только в старости к этому, кто-то вообще никогда не приходит. Я думаю, что если ты счастлив, то ты в ресурсе, этим ресурсом можно делиться и нужно. Что ты обычно делаешь, когда тебе трудно или плохо? Страдаю. Как страдаешь? На самом деле я из тех людей, которые себя очень сильно чморят за любой промах. Возвращаясь к теме тараканов, у меня тараканы очень жирные, очень противные, их очень много. И один из этих тараканов, это, конечно же, перфекционизм болезненный. Опять же, вернемся к теме, каким я была ребенком. Я была перфекционистом с самого раннего детства. То есть, когда я пошла в первый класс, я уже знала, что у меня должны быть одни пятерки. Когда я стала заниматься спортом, я знала, что у меня должны быть идеальные кубики на животе и никак иначе. Когда я стала, не знаю, заниматься еще чем-то, поэзией, стала выступать, условно говоря, с 13-14 лет. Я тогда еще в Питере жила, и мне хотелось уже сразу на самые большие сцены и никогда не забывать текст, и никогда не лажать. И каждый раз, когда у меня происходит какая-то лажа, сейчас уже в меньшей степени, раньше это было больше, я себя чморила и пинала так, что, типа, возвращаясь к критике, почему я не боюсь никаких хейтеров и никаких критиков, потому что так больно, как я себя пинаю, меня никто не может пнуть. Потому что такие поганые слова, которые я себе говорю в моменты своих провалов, такие слова никто даже, наверное, не знает. И уж точно, наверное, их не говорит сам себе, ну, или не может сказать их мне. Поэтому долгое время я училась именно не чморить себя в моменты вот этого страдания, потому что в такие моменты реально хочется умереть. Ну, типа, я в такие моменты понимаю, почему Борис Рыжий вышел в окно, почему Честер Беннингтон застрелился, почему, в принципе, богатые, известные, классные люди, красивые, которых любят миллионы, тысячи, десятки тысяч человек. Почему они... И все. Потому что ты не можешь с этим адом внутри ничего сделать. И особенно это ужасно выглядит, когда ты выходишь на публику, тебе улыбаются, тебя хвалят, тебе говорят, какой ты классный, а у тебя внутри вот эта орущая большая дырка. И ты просто хочешь бросить в нее что угодно, только бы она заткнулась, только бы она перестала болеть и гореть внутри тебя. Я сейчас понимаю, что в этом состоянии нужно просто побыть какое-то время. Что, наверное, если есть какие-то ресурсные люди рядом с тобой, которые любят тебя, наверное, надо прийти к ним и просто рассказать им. Потому что у меня еще очень долгое время была проблема с принятием помощи. Я не умела ее принимать, я не умела даже ее просить. Сейчас я потихоньку учусь это делать, я могу даже в своем блоге выложить какой-то призыв о помощи, если они, ребята, у меня какая-то жесткая депра, можете мне написать что-нибудь хорошее. И, о боже мой, я получаю кучу всякого приятного фидбэка и начинаю как-то вот жить заново. Ну вот как-то так. То есть, наверное, мой ответ, то, что надо любое состояние проживать, любое горе, любое страдание, любую боль, это нужно внутри себя прочувствовать. Потому что, если все время бежать от этого, если затыкать это, если, например, у тебя болит, и ты хочешь сейчас весь вечер лежать и плакать на плече у лучшего друга, но ты себя пинаешь, что ты должен выйти на улицу и улыбаться всем, кто тебя узнает, то постепенно от тебя ничего не останется. То есть, ты будешь всем улыбаться, и ты превратишься вот в эту улыбку, как чеширский кот. Вот с этой улыбкой ты будешь ходить. Ты будешь улыбаться, а внутри тебя будет поедать вот эта боль. Надо прожить, надо себе объяснить, что ты тоже живой человек, что ты тоже достоин, сострадания, что ты достоин любви, что ты достоин поддержки. И стать для себя вот этим взрослым, который обнимет себя, поцелует, погладит и скажет, я тебя все равно люблю. Да, ты облажалась, да, ты, не знаю, сегодня забыла кусок текста на сцене, да, ты не сдала на права с первой попытки, да, ты, не знаю, потеряла пять тысяч из кошелька, но ты все равно достойна любви, ты не кусок дерьма, которым себя считаешь. Все иногда ошибаются. Вот эту истину мне было принять сложнее всего, но я стараюсь. Ты сказала то, что понимаешь некоторых людей, которые совершали попытки суицида. Да. А у тебя когда-нибудь было такое, что ты хотела совершить суицид? Разумеется. Конечно, было. Ну, я говорю, я же из личного опыта это все говорю. Я вообще никогда ничего не говорю не из личного опыта. Даже в интернете до сих пор гуляет история про то, как меня как-то привезли в институт с Клифосовского и откачали. Ну, на самом деле, я тогда не хотела самоубийца, так просто получилось. Это история для отдельного интервью, наверное, но тем не менее, конечно же, иногда хочется выпилиться, иногда хочется сбежать от этого, потому что, когда тебе долго не пишется, когда тебе долго не везет, когда ты смотришь в зеркало и видишь там какого-то урода, какого-то, блядь, не знаю, чудища какое-то, когда ты перечитываешь свои стихи, тебе кажется, что это полная просто мрачнятина и тупость. В такие моменты очень хочется просто себя избавить от этой боли и всех окружающих избавить от себя, потому что то, что мои близкие слышат в такие моменты, это я не хочу больше портить тебе жизнь собой. Опять же говорю, что важно просто прийти и попросить помощи, прийти и сказать я не знаю, что мне делать, помоги мне. И близкий человек тебе скажет ты мне нужна, ты достойна любви, не знаю, вот это вот все. Завтра будет лучше. Вот мне помогают в такие моменты, что я могу про себя сказать? Мне помогает интерес. Как будет завтра? Ну, типа, если я выпилюсь, я же не узнаю, что будет завтра. Любопытство. Любопытство. Да, да, а завтра может быть интересно. Ну, то есть, я не знаю, может быть, вот я сегодня выпилюсь, а завтра мне пришел бы такой классный стих, который бы все мое, вот это вот депрессивное состояние бы осветил собой и все тараканы бы разбежались, или может быть, завтра, например, мне позвонили бы, пригласили выступить где-то в очень классном месте с очень классными артистами, или, я не знаю, может быть, еще что-то классное бы случилось или нет. Ну, то есть, вот эта интрига помогает. Любопытство. Да, любопытство, интерес. Ну, и плюс, я тот человек, который все-таки как-то, я считаю, что у меня спортивный характер, я никогда не сдаюсь ни в какой ситуации. То есть, я, чтобы ты понимала, ни разу не отменяла концерт. Никогда. Даже когда мне было настолько плохо, что у меня была температура 39,3, и у меня была ангина, и я понимала, что, блин, ну, по-хорошему надо бы, конечно, отменить концерт. Но я позвала доктора на дом, она посмотрела, говорит, нет, Юля, это не корона, это ужасная гнойная ангина. Я говорю, слава богу, Таня, слава богу, это моя подписчица, читательница моя, доктор, она все время помогает мне, если я болею, приходит, и вот как личный врач, она на дому осматривает, делает назначение, и все такое. Она говорит, господи, я в первый раз вижу человека, который бы так радовался ангине. Ты понимаешь, что это ужасная ангина, ты реально должна лежать дома. Я говорю, да нет же, это круто, это значит, что я никого не заражу, я смогу сыграть концерты, понимаешь. Я реально закинулась антибиотиками, сбила температуру, поехала, ну, типа сыграла. 1993 пошла на концерт. Ну, я ее сбила. Ну, сбила, 38, наверное, 37. Суть не меняет. Ну, да. Ну, ну, а как, люди купили билеты, это было сразу после вот этого мощного карантина, то есть это было в августе. Люди так ждали, они купили билеты, они писали мне, что они ждут, и я такая, типа, блин, я не приду, я что-то плохо себя сегодня чувствую, ну, не знаю. Ну, то есть, вот так же и здесь, я думаю, блин, ну, вот если я выпилюсь, люди же, которые на меня подписаны, они тоже подумают, что это выход, когда им станет плохо. Ну, еще и ответственная получается. Ну, я не хочу быть кому-то таким примером, я считаю, что в любой ситуации, пока мы живы, можно все исправить. но мы все слабы, понятно, как люди, слабость есть у каждого. Что тебя подтолкнуло к занятию благотворительности? Ну, а как можно не заниматься благотворительностью, когда стольким людям фигово? У меня просто, у меня никогда даже вопроса не возникает, если кому-то нужна помощь, я просто, если я могу ее оказать, я никогда не откажу. Ну, то есть, жить в России довольно тяжело, жить в принципе непросто, но в России особенно, мы уже говорили об этом, в России очень плохо все с социалкой, в России совершенно не помогают некоторым категориям граждан, которые очень нуждаются в этой помощи. Ну, или помогают, но так, что лучше бы даже не помогали, потому что это унизительно. Ну, например, у нескольких моих друзей с инвалидностью, пенсии, там, 13 тысяч рублей, там, все такое. Например, у бабушки моей блокады, пенсия, 17 тысяч рублей, тоже прям, гуляй, не нагуляйся, да. Например, очень многие пенсионеры в нашей стране вынуждены кушать с помойки, потому что, типа, невозможно на такие бабки, которые они получают, и квартиру оплатить, и лекарства себе купить, и еще и покушать, как-то нормально. Поэтому они ходят в обносках, и это даже никого не смущает. Самое прекрасное, конечно, это то, как относятся у нас в стране к жертвам насилия домашнего, да, это вот тот самый закон, за который мы бьемся с Аленой Поповой и с командой. Ну, то есть, Алена Попова бьется уже много-много лет, ну, а я посильно стараюсь как-то участвовать иногда в этой борьбе, потому что очень уважаю эту всю тему, и она для меня актуальна, потому что в нашей семье была такая ужасная ситуация, когда именно из-за домашнего насилия погиб человек. Ну, это довольно, кстати, известная история. У меня, у моей мамы крестная была Евгения Лапиада из старковой династии. Вот, ее дочка Ольга Лапиада, она вышла замуж за представителя клана Запашных, за Игоря. Вот, ну, и когда попыталась от него уйти, потому что они часто ссорились, и там были, в Иракии, были какие-то еще проблемы. Она была подающей надежду калибристкой, очень известной циркачкой, в общем, ну, прям, молодец. И он не дал ей уйти, он ее убил, порезал, и в чемоданчик положил, и, собственно, вот, ее мама, вот, крестная мама моей мамы, она очень долго пыталась добиться правосудия, в итоге добились 15 лет, который он, собственно, отсидел от звонка до звонка, очень сильно помог Никулин, спасибо ему большое, Царствие Небесное, да, очень много других цирковых артистов тоже, собственно, поучаствовали в этом, но смертную казнь не дали, и до сих пор этот человек рукопожатный, он живет в Санкт-Петербурге, помогает своим родственникам в постановке разных шоу, и совершенно не стыдится, по-моему, содеянного, ну, и мне кажется, что это нечто неправильное, потому что, типа, тут человек, молодая девушка 22 лет была порезана, убита, засунута в чемодан, а тут человек, типа, 15 лет отсидел и теперь живет, он даже женился второй раз, типа, о, и, естественно, все эти ситуации меня сильно возмущают, потому что, ну, я не понимаю, как в стране, где так много природных ресурсов, где так много вообще богатств, такая масштабнейшая история, почему в этой стране так много нищих, так много бедных, так много обиженных, почему в нашей стране, которая вроде как славится культурой, почему совершенно нет культуры общения между людьми, почему, когда жертва изнасилования или насилия или еще чего-то приходит на телеканал, над ней угорают, издеваются и говорят, что она не в той юбке пришла, например, и поэтому ее... Ты провоцировала? Говорят, ты спровоцировала его? Спровоцировала, ну, то есть, типа, и никто даже не хочет подумать, что если у человека такая тяга к насилию, то, наверное, с ним что-то не в порядке, ну, в плане даже в том смысле, что ему помощь какая-то нужна, ну, то есть, типа, я же уже говорила, что у меня есть, например, проблемы с гневом, я реально понимаю, что я могу разозлиться и дать человеку в рожу, если он меня выбесит, но я же так не делаю каждый день, я стараюсь как-то в себе это прорабатывать, между прочим, время тратила на эти курсы там, ну, и очень много ресурсов вложила в то, чтобы это в себе исправить, почему же люди, которые дома размахивают кулаками, бьют своих жен, детей, мужей, не знаю, стариков своих, почему они считаются, ну, что с ними все ок, и их еще и поддерживают в этом, то есть, типа, их лечить надо, им помочь надо, так не делать, а они, наоборот, у нас, ну, как бы, поддерживаются на государственном уровне, это же ужасно, и все вот это, естественно, меня, как человека неравнодушного, ставит в положение, когда невозможно не участвовать, ну, то есть, если я могу что-то для человека сделать, я обязательно это сделаю, у меня даже есть такая тема, мне мои читатели часто пишут о своих проблемах прямо в личку, ну, например, Юля, у меня ребенок-аутист, ты не знаешь, куда можно обратиться с такой проблемой, нам нужна помощь, я такая, типа, кидаю клич среди подписчиков, мне говорят, да, Юль, привет, я работаю в центре для аутистов, супер, молодец, вот, я вас стыкую, идите, или, например, я была в Питере, мне написала там моя подписчица, говорит, Юля, так и так, вот, я работаю в онкологическом центре для детей, девочка 15 лет, болеет раком, она потеряла волосы из-за химиотерапии, не хочет продолжать лечение, можешь приехать к ней и сказать, чтобы она продолжила, я такая, конечно, да, у меня сегодня есть два часа перед самолетом, давай я приеду, ну, вот, я реально приехала к ней, убедила ее продолжать лечение, ну, типа ок, было, что женщина мне пишет, Юля, я не могла прийти на ваш концерт, потому что у меня вчера была операция в больнице, и завтра начнется тоже химиотерапия, ну, там, условно, через неделю, просто хочу, чтобы вы знали, что вчера, когда меня готовили к операции, я вместо молитв читала ваши стихи, они меня поддерживали, я говорю, класс, давайте говорите, в какой вы больнице, а сейчас вам приеду, книжку подарю, ну, у меня тоже было, типа, два-три часа перед поездом, я уезжала на гастроли из этого города, и приехала к ней в больницу, подарила ей книжку, ну, я считаю, что это не какие-то прям громадные дела, которыми стоит хвастаться, ну, то есть, у меня, например, есть опыт сопровождения человека в хосписе, моя подруга умирала от рака, опять же, и я просто с ней провела месяц, последний месяц ее жизни, наряду с ее еще несколькими друзьями, я ее сопровождала в хоспис, мы с ней ходили по всяким инстанциям, делали вот эти все документы для инвалидности, для получения инвалидности, но, кстати, спойлер, не получилось ничего сделать, и поэтому дети ее остались, даже, по-моему, без выплат после ее смерти, ну, то есть, такой был опыт, был опыт, когда мы делали благотворительный проект для нашей подруги, которая на коляске, инвалид-колясочница, поэтесса-актриса Алина Стародубцева, Ли Гевара, вот для нее мы тоже собирали деньги на реабилитацию, да много чего было, вот прямо сейчас мне пишет наша общая с Аленой Поповой подруга, уже теперь Жоржина де Ратани, она занимается проектом помощи бедным, просто женщина сама готовит еду по 50, по 100 литров, привозит на вокзал и кормит людей, она как раз мне говорит, Юль, можешь, типа, приготовить еды, привезти, бедных покормить, я говорю, давай, правда, у нас кухня маленькая, ну, я найду, у кого приготовить, вот, ну, то есть, я к тому, что это же так просто, это же так просто, тебе человек пишет, помоги, и ты просто встаешь, поднимаешь зад, ты помогаешь, ты тратишь на этот час времени, не знаю, сделать репост, сходить в больницу, купить ребенку игрушку, достать лекарство, вот у меня тоже, еще одна подруга тоже болеет раком, ну, у меня много друзей, много подписчиков, вот она заболела раком, причем ее залечили, ее лечили от коронавируса, ее лечили там еще от какой-то фигни, и в итоге пропустили то, как у нее появилась очень сложная форма рака, она развелась, это мезотелиома плевры, в итоге она за несколько месяцев сразу развелась до четвертой стадии, и лекарств нужных в России не нашлось, и лекарства это было только в Украине, и я через свою подписчицу из Украины, она дипломат, вот она привезла лекарства на мой концерт в МХАТе, и я это лекарство передала девушке, вот лечится им теперь, ну, то есть это же несложно, я вот о чем говорю, и как можно не помочь, если ты можешь, ну, да, иногда приходится сделать несколько звонков, иногда приходится потратить пару часов, постоять там где-то, не знаю, иногда приходится деньги свои потратить, немного, да, или много, ну, ну, неважно. Ну, просто есть люди, которые об этом не задумываются, им хорошо, и все. Не понимаю такого. Знаешь, я вот не понимаю поэтому наших олигархов, я не понимаю, как можно зарабатывать, блин, свои сраные миллионы, и просто их никуда не тратить, типа, на помощь людям. Ну, ведь, ну, посмотри, вот наша, например, с тобой, да, подруга общая, Саша Митрошина, она зарабатывает большие деньги, но она все время с кем-то делится, она постоянно делает благотворительные проекты, она помогает этим женщинам, которые страдают от насилия, она ходит сама на митинги, ну, то есть, она никому не отказывает в помощи, хотя у нее доходы не сказать, чтобы там миллиардные, да, ну, то есть, она хорошо зарабатывает, но не как наши олигархи, а почему некоторые люди, им даже в голову этого не приходит, не знаю, ну, ну, то есть, у меня вопрос к таким олигархам, если вы смотрите нас, ответьте, пожалуйста, да, когда же вы нажретесь уже, ну, то есть, типа, ваши миллиарды, вы их что, засовываете себе куда-то, или что вы там себе, двадцатую яхту покупаете и солите их, я просто не могу этого понять, нахрена столько, ну, хорошо, ну, для комфортной, классной, обеспеченной, хорошей жизни, нужно сколько, ну, пятьсот тысяч в месяц, да, ну, семьсот, ну, миллион в месяц, это чтобы просто быть, я не знаю, вот, вот я сейчас буду машину покупать, если бы я зарабатывала миллион в месяц, я бы себе купила хорошую тачку в изопотеке, да, без кредита, хотелось бы такие доходы иметь, но если ты зарабатываешь уже больше миллиона, или больше, блядь, миллиарда в месяц, ну, куда ты их деваешь, еще одну яхту, еще одну квартиру, еще, все-таки есть олигархи, которые занимаются, благодарительностью, и им, спасибо большое, конечно, я, ну, у меня вопрос только к тем, кто даже, ну, кто не занимается, ну, да, кто просто эти деньги, я не знаю, вот, и ворует, и копит, и еще копит, еще копит, и вкладывает в себя, в себя, да, ну. У тебя есть мечта, и какие планы перед тобой стоят в ближайшем будущем? Ну, у меня мечта и план, это синонимы в моем личном словаре, да, потому что я привыкла перед собой ставить цели, и к ним идти, я считаю, что абстрактные мечты, а вот, вот бы мне звездочку в небе, да, фигня, потому что надо, ну, не, ну, кто-то, может быть, о таком мечтает, но я лично мечтаю о каких-то вещах, которые я хочу иметь, да, о чем-то, чего я хочу добиться, и ставлю перед собой цели. Ну, вот сейчас мне хочется уже сдать на права, честно говоря, я бьюсь с этой проблемой уже довольно давно, потом мне хочется купить машину, потом мне хочется, не знаю, съездить на моречко, я уже с 18 года не была на моречке, честно, у меня отдыха очень давно не было, и это тяжело, я очень люблю свою работу, но иногда надо менять декорации, а с пандемией, конечно, все отпуска, все поездочки куда-нибудь накрылись таким медным тазиком, что ты просто, ну, типа, окей, сегодня у нас снова снег, спасибо. Вот, поэтому хочется на море, хочется машину, хочется снова собирать залы, ну, хотя я в этом плане не обижена, я даже во время пандемии умудрилась сыграть спектакль в Мхате, у меня было 70% посадки, мне повезло, это была как раз та неделя, когда было 70%, потом резко стало 25%, все были в масках, все были на безопасной дистанции, слава богу, наверное, никто не заболел, по крайней мере, я не читала таких отзывов о спектакле, вот, поэтому мне хочется очень простых вещей, хочется, чтобы все близкие были здоровы, хочется, чтобы были какие-то хорошие деньги за проекты, хочется, чтобы удавалось воплощать то, что еще будет приходить в мою голову, хочется развивать Инстаграм, хочется, ну, хочется, знаешь, как вот это вот, джин приходит и говорит, загадай желание, но только одно, я бы, знаешь, какое я загадала, чтобы все мои желания сбывались, вот, ну, типа, да, лайфхак, если вдруг тебе придет джин, ты знаешь, что ему сказать, да, вот, поэтому мне вот хочется таких вещей, хочется гармонии внутри себя в первую очередь, потому что, как мы уже говорили, если гармонии в себе самом нет, то хоть ты на золотой горе сиди, ничего тебе хорошего с этого не будет, а если у тебя есть гармония, то тебе тоже не важно, что делать, потому что тебе хорошо в любом случае, вот, ну, и мне хочется поставить спектакль с видеомэппингом в виде вот этих вот роликов, которые записывали мои читатели на карантине, хотелось бы это осуществить, когда уже все окончательно, окончательно закончится, ссорили за тавтологию, когда пандемия нас покинет, я обязательно сделаю этот спектакль и приглашу всех вас. Юра, спасибо тебе за честный разговор, до дназвища тебе успехов. Пока.